Но я думаю, что вот именно так и должна быть устроена загородная жизнь. Вибраций нет. Шум не передается. Что вообще тут ты делаешь? Друзья, очень часто мы получаем в комментариях, что нам интересно узнать, как вы строите фундаменты, нам интересно узнать, как вы собираете срубы, нам интересно узнать про крышу, нам интересно узнать про окна, нам интересно узнать про печи. Про все-все нам интересно знать. И мы вас понимаем, потому что результат, который мы получаем в итоге на выходе, точнее на входе в баню, это результат труда разных профессий. И этапы, и процесс этот, он на самом деле наполнен очень многими тонкостями, нюансами, о которых нам хочется рассказать. Рекомендую досмотреть это видео до конца, потому что в этом видео мы решили нашпиговать его максимальным количеством ценных советов, которые будут полезны профессиональным строителям, заказчикам, чтобы они смогли протестировать, проверить, чтобы у них был чек-лист для контроля строителей, или если вы сами занимаетесь стройкой, чтобы вы могли увидеть наши лайфхаки, наработки, и может быть, если они вам покажутся ценными, интересными, то интегрировать их в свою работу. Позвольте, с использованием фото и видео, которые мы делали во время конкретной этой стройки, мы покажем шаг за шагом. От первой лопаты, которая была погружена в грунт, до этого этапа, а дальше и последующих, потому что в этой бане задуманы очень классные решения, абсолютно уникальные, особенные. Некоторые решения, я думаю, мы будем использовать вновь и вновь в других проектах. Кстати говоря, обратите внимание, что рядом баня соседская, тоже баня построена нами. Посмотрите выпуск о стройке этой бани, отзыв заказчика, он уже пользуется этой баней несколько лет, очень доволен, и поэтому неудивительно, что его сосед тоже обратился к нам, чтобы мы построили баню. По уже другому проекту он отличается от тех задач, которые есть у соседа, и по стилю, и по всему она другая. Хотя в общем архитектурном концепте, конечно, есть много-много общего, даже архитектор, который работал над этим проектом, он же работал и над этим проектом. Здорово, когда есть такая как бы наследственность. Первое-наперво, то, с чего мы начинаем, это, конечно же, фундамент. Фундамент мы здесь изготавливали достаточно долго. Общее время, которое нам потребовалось, это около месяца на этот фундамент. И конструкция фундамента включает в себя все наши ключевые приемы. Что это за приемы? Обратите внимание, открытая конструкция палубы с пятками уширения стоят сваи 80 на 80 сантиметров. Вот эта свая, это только верхушка мы видим, а основание у нее очень большое и мощное. Это основание спрятано ниже глубины промерзания, и за счет этого, когда сила пучения будет этот грунт поднимать вверх, то грунт не поднимет за собой сваю. Это очень важно, чтобы не было вот этого эффекта, когда начинает крыльцо или терраса задираться вверх вместе с промерзающим грунтом. Очень важно, и это прям ключевой аспект, то, что касается террасы. При этом терраса, в отличие от теплого контура, она не монолитная. Некоторые думают, что если я залью везде бетон, то будет везде прочно. Нет, это не так, потому что если бы мы залили здесь бетон, то этот бетон зимой промерзая, он бы испытывал нагрузку, которая бы задирала наверх, плюс промерзание был бы эффект. А сейчас этого нет. Посмотрите, здесь как организована монолитная плита. Здесь монолитная плита, а здесь лента, она утеплена экструдированным полистиролом. Причем он, кстати говоря, у нас еще и работает как несъемная опалубка. Мы с самого начала при монтаже монолитной плиты уже укладываем утеплитель, потому что утеплитель, конечно, это прям ключевая, важная штука, чтобы дом был теплоэффективен, чтобы баня была теплоэффективной. И вот еще важный узел, о котором не могу не рассказать. Более того, это уже узел усовершенствованным нами на основе большого и достаточно чувствительного опыта. Когда у тебя сруб осаживается, что бы кто ни говорил, даже и кела, и даже клееный брус обязательно нужно предусмотреть усадочный зазор. Вот он здесь, вот за этой тканью, там есть зазор с утеплителем. Но, мало того, здесь будут окна шуко. Это алюминиевые, очень крутые, очень классные, дорогие окна. Они будут позволять сдвигаться, открываться этому оконному дверному проему. Но, настолько чувствителенная эта оконная система к геометрическим размерам, что нам нельзя допустить даже миллиметрового смещения. Таким образом, у нас здесь комбинация тонкой, но очень прочной фанеры и в горизонтальной части трубы квадратного сечения, сдвоенной. В конечном итоге у нас будет очень легкая, элегантная конструкция окна с минимальными наличниками, допусками. Но в этой легкости, в этой простоте и лаконизме скрыто много таких вот технических деталей и нюансов. Пойдем еще покажу. Тоже маленький нюанс. Мы не кладем сруб сразу на бетон. Есть гидроизоляция. Плюс к тому, есть, мы называем это подкладочным брусом, который позволяет нам наполнить утеплителем, он где-то вот дойдет до этой отметки, пол, и сделать его максимально теплым. При этом мы примыкание бревна и бруса отрабатываем вот за счет этого материала. Это вспененный полиэтилен с фольгой. Он теплый, он гидроизолирующую функцию имеет, поэтому у нас нижний венец, у него фактически двойная гидроизоляция и максимально плотное примыкание, где нету даже миллиметрового какого-то допуска. А теперь хочу поднять голову вверх и обратить внимание на очень важную штуку. Вот потолок, она же крыша, по сути, в данном случае. У нас здесь отдельного потолка, у нас потолок полностью повторяет контуры крыши, поэтому изготовление крыши и проектирование крыши имеет двойную роль. Декоративную, чтобы красиво изнутри смотрелось выразительно. Более того, здесь крыша повторяет параллельно контуру трапециевидного окна. И, конечно, крыша, это еще и теплоизоляция, защита от осадков, все-все. И вот в роли теплоизоляции ключевой роль играет вот эта пленочка. Толщиной намного меньше миллиметра, но в ней много слоев. Она работает таким образом, что она отражает пар, отражает тепло, и он не проникает внутрь утеплителя. Если в утеплитель поступает пар, то рано или поздно он придет в негодность. Так, я хочу забраться, надеюсь, он меня выдержит. Да, он выдержал. Посмотрите, как здесь сделаны примыкания. Тут миллиметровая точность буквально. То есть вот зазор прорезан очень-очень точно, и к нему плотно примыкает пароизоляция. И мы получим потолок, защищенный от поступления пара изнутри помещения. Это скрытая работа. Это то, что на самом деле вы никогда ни в одном видео не увидите, когда вы видите готовый обзор, готовый объект. Это можно увидеть только сейчас. Вот поэтому мы сейчас решили сюда приехать. Еще нет отопления, нет окон, нет дверей, но мы решили это все показать, потому что это на самом деле очень важно. Идем дальше, сейчас расскажу еще очень важный момент. Разговор о нем начинается с самого начала заказчикам, и это важное решение. На этапе разработки проекта вопрос, будет независимая котельная или не будет, он важный. Некоторые люди думают, что каждое строение, которое нужно отапливать, для каждой нужна котельная. Это не так. Мы бы не рекомендовали, напротив, делать несколько котелин, усложнять, нагромождать свою систему отопления своего дома и других помещений. Мы рекомендуем иметь одну котельную, и для запаса, например, прочности, для запаса мощности можно делать каскад котлов. Вот так сделано и здесь. Котельная одна, она уже есть, она уже была изначально в доме. И все, что мы сделали, это мы подвели теплотрассу. Вот посмотрите, как выглядит теплотрасса вживую. Это несложная конструкция. По сути, это труба, она выдерживает большую нагрузку по давлению грунта за счет этой перфорации. То есть она может быть уложена на глубину 1,5-2 метра. Она утеплена эффективным утеплителем. И внутри уложено нужное количество труб. Бывают двухтрубные, трехтрубные, четырехтрубные системы, в зависимости от того, какая у вас задача. Плюс тут заведено водопровод и электричество. Собственно, и все, что нам нужно, чтобы здесь обеспечить в этом помещении тепло. Здесь ставятся гребенки, которые распределяют тепло, которое поступает из дома. Или здесь может еще поставиться дополнительно бойлер, если это потребуется. Ну, подробнее расскажем об этой системе. Если это будет интересно, пишите в комментариях, насколько нужно подробно рассказывать про систему отопления. Потому что это уже задачи инженерные, технологические. Пойдем дальше. Расскажу про гостиную. Гостиная здесь особенная получилась за счет одного простого приема. Окна, которое повторяет контур крыши. Конечно, тут есть некоторые нюансы, потому что его сильно больше сделать уже было нельзя. Чтобы у нас было цельное бревно. Потому что вот у нас, видите, одно цельное бревно. Оно еще связано с другими бревнами, соседними. Связано с крытыми нагелями. Чтобы эта конструкция прочно, надежно держала крышу. Ну, я думаю, что вот именно так и должна быть устроена загородная жизнь. Что ты делаешь один шаг и оказываешься уже на открытом пространстве над тобой небо. И здорово, когда есть широкая классная терраса, где ты можешь погулять босиком. Ну, а если все-таки ты хочешь пройти дальше, тут даже нет ступенек. Вот это прям классно, что у тебя шаги ничем не ограничены, никакими преградами, никакими ступеньками. Мы стремимся максимально низко приземлить наше строение. Хотя, вот, кстати, в задней части высота достигает метр. Это за счет уклона участка. Пойдем туда, я вам сейчас покажу, что монолитная плита, это не такая уж просто и плита, что, по сути, это сочетание и ленточных монолитных стен, и горизонтальной плиты. В целом, мы не стремимся делать соколи высокими. Это, по сути, лишние расходы на отделку соколя, если его делать хорошо, делать его камнем или каким-то интересным материалом. Это отдельная задача и важная задача, потому что отваливающийся, скажем, ростовский песчаник от соколя, это прям боль, мне кажется, в Подмосковье и многих других регионах. Надо выбирать правильные материалы, правильную систему монтажа. Поэтому, чем ниже соколь, по сути, тем лучше. Но, учитывая тот уклон, который здесь есть на участке, это абсолютно минимальная высота, которая была необходима, чтобы там у нас не зарываться в грунт. И здесь это расстояние использовалось для того, чтобы создать здесь купель под открытым небом. Она получилась между этими двумя банями в таком немного принятимном пространстве. Здесь у этой соседней бани нет выхода. Единственная дверь на хвост помещения. Здесь особо никто ходить часто не будет. Я думаю, что если еще здесь дополнительно как-то отработать растениями, посадками, то будет вообще супер. Давайте посмотрим внимательно фундамент. Это экструдированный полистирол. Он играл роль несъемной опалубки. В момент заливки фундамента уже он у нас был. Он, конечно, никуда не денется. Он здесь останется под отделкой. Отделка может быть разной. Это может быть кирпич ручной формовки. Точнее говоря, плиточка имитирующая. Это может быть камень, искусственный бетон. Это может быть штукатурка. Выбирайте все что угодно. Но в целом, чем ниже этот цоколь, тем лучше. Потому что тем меньше теплопотерь, тем меньше материалов для отделки вам потребуется. Мы стремимся сделать его максимально низким и максимально защищенным. Здесь еще появится отлив из доски или из металла. Посмотрим, что будет лучше подходить по стилю. И мы получим завершенное полностью строение. Сейчас вы можете посмотреть на готовых примерах, как это в итоге будет выглядеть. При этом конструкция фундамента сочетает в себе армокаркас, который одновременно, это горизонтальная и вертикальная стенка, залитая в один день с единым, как я уже сказал, армокаркасом металлическим. И поэтому она максимально прочная. То есть фактически конструкция фундамента за счет этой ленты, у нее появляется такая жесткость, которая позволяет возвести на таком фундаменте. И гораздо более большие, высокие здания. То есть два-три этажа. Не только из кела, можно было бы даже из кирпича на самом деле, возвести на таком фундаменте. Но это не какой-то избыточный запас прочности. Это конструкция, которая максимально дает качество для жизни. Потому что когда у тебя монолитная плита, то вибраций нет. Шум не передается по полу. А если тебя, как вот часто рекомендуют, к сожалению, удивительно, но даже очень солидные, уважаемые компании, не будем указывать на них пальцами, но зачастую они в своей базовой комплектации заказчикам предлагают ленточку, а перекрытие делается деревянными. Вот такого же. Планы только там внутри утепления, да? Внутри в помещении. Вот мы настоятельно не рекомендуем такую использовать конструкцию с деревянными балками для каких-либо строений, неважно, деревянных, кирпичных. Потому что шумоизоляция, большая проблема возникает. Долговечность, большая проблема возникает. Особенно если вот фундамент не как здесь высоко от земли оторван, а если он вот как там, низенько в земле. И если тут есть ленточка, которая не дает воздуху двигаться под деревянными балками, то эта конструкция долго не просуществует, 20-30 лет, и балки потребуют замены. Поэтому мы настоятельно рекомендуем и с точки зрения теплоизоляции, и с точки зрения звукоизоляции, и с точки зрения долговечности, именно монолитную плиту. В большинстве случаев это единственное решение всех тех задач, которые мы описали. Ну и кажется, мы сейчас хотим сделать то, что никогда не делали. Хочу вас познакомить с мастером огня и камня. Павел, он делает удивительные печки. Сейчас мы видим, вот как она начинает рождаться. Это самые-самые первые шаги по большому пути, большого труда. Павел, в двух словах. Что вообще тут ты делаешь? Здесь банная печь фильтрующего типа. То есть что, огонь проходит сквозь галышну, сквозь чугун, нагревается. Вот у нас тут есть схема даже, да, можно по этой схеме... Отсюда топится, то есть дрова здесь, здесь чугунная засыпка, и сверху, куда мы будем поддавать кипяток, будет находиться нефрит. Нефрит – это полудрагоценный камень. То есть что, только он выдерживает эти высокие температуры. Другой камень, который для обычных металлических печей, он происходит несколько топок и разрушается, только нефрит выдерживает. Эту печку мы топим несколько часов. Вот сколько, кстати, если быть точнее? Вот всё зависит от помещения. И от качества дров ещё. Дуб, берёза обязательно должна быть. До четырёх часов топим, потом настаиваем несколько часов. Можно сразу, опять, стенки ещё не успевают нагреться. То есть у нас внутри температура до 750 градусов. 750 градусов, представляете, это температура, когда печной заряд, он раскалён до красного, то практически до бела. Да, всё правильно, Дмитрий говорит. И когда мы подбрасываем кипяток, то получается очень мелкодисперсная пара. Почему? Потому что температура камней очень высокая. Если будет низкая температура, как вот открытая галышня, то там 250, пар такой получается очень крупный и дышать тяжело. А мелкий пар доходит прям до самого... Косточек. Да. Снаружи будут облицованы изразцами. А вот я вот могу даже показать, как это будет выглядеть на визуализации. Печной изразец – это самый лучший материал для облицовки печи. Причём потому, что он имеет округлую форму и излучает лучистую энергию в разных направлениях. Расскажи, пожалуйста, про дверцы, потому что я вижу, что дверцы хорошие. Дверцы 12 на 16 австрийского производства. И она чем хорошо? У неё вот такая вот хорошая ручка. И здесь сразу в заводском исполнении идёт отбойник. То есть она фактически как бы двойная, у неё двойная стеночка. А это дверь для почки. Здесь то же самое, как на той двери. Такая вот ручка прикольная, классная. Дверь может переворачиваться как левая, так и правая. Отбойник. И здесь вот ещё вот такая вот штука интересная, если называется, вертикальный колоссный. Он ставится, он выполнен из хрома. То есть он весь раскаляется, а сюда температура не приходит. Прикольно. Я такие прежде не видел. Мне кажется, что интересное решение. Обычно колоссник, он же как бы снизу, да? А это вертикально получается. Всё алый. Когда мы топим, он вообще раскаляется до красна. А как его открывать, чем цеплять? Как это есть специальный? Да, специальный крючочек вот такой вот, раз, кочерка. Пальцем, я думаю, туда лучше не совать. Совершенно совать, кочерёжка. При том, что 750 градусов температура заряда, то есть температура огня там больше 1000. То есть это всё реально работа на высоких очень температурах. Это не шутка. Очень высокий. Да, это не шутка. Когда не было таких штук, кирпичники? Болгарка. Обычный болгарка. А когда не было болгарки? То есть, когда не было болгарки, был специальный молоточек, у меня тоже такой был, победитовый наконечник. И он прям, можно вот так вот брать кирпич в руку. И вот так вот мастер подпиливал, подкалывал кирпичики, чтобы клин получил. Конечно, потом появились болгарки с большими дисками, там 230. И потом на смену им пришёл вот такой станок. Это лебедянский завод. Там этот я со скидкой купил. Так вот сейчас такие хорошие станки, немецкие, до 100-150 тысяч. Я его дооборудовал, кнопочек поставил. И у меня здесь вода, добавляю, включается вот таким образом. Раз, выдвинули. Для быстрого переноса кирпича, допустим, этот кирпич мешается, надо поставить леса. И используется такое средство, малая механизация, перехватки. То есть, мы раз, и мы можем за одну минуту вот этот кирпич очень простым способом переставить. Готовим смесь. Из чего? Вот всегда мне было интересно, из чего же делать правильную смесь, чтобы печка прослужила максимально долго? Кстати, сколько будет служить эта печка? 25-50 лет. Кажется невероятно, потому что многие думают, что печка, но её постоянная проблема, она трескается, лопается. И вот печки такие вот ручного изготовления, они недолговечны, что надо покупать по этому заводскую печку. Как и на самом деле. Почему так происходит? Смотрите, раньше по той технологии, которую делали, и мой отец делал, то есть, что у нас внутренняя поверхность дымохода является внешней поверхностью нашей печи. И получается, здесь сильно нагревается в каких-то местах, и получается сразу трещина. Сейчас мы конструкцию делаем двухконтурную, то есть, мы делаем внутренний кирпич, это у нас шамотное ядро. Затем она обваривается металлическим уголком, который держит, это всё даёт. Там нам внутренние небольшие трещинки будут, но они не будут расходиться. Почему? Потому что держит металлический карточек. Вот это, кстати, тоже важно. Я видел, конечно, деревенские печи, которым 100 лет, и которые тоже не трескаются, но это скорее какое-то удивительное мастерство. Потому что тогда ещё не было сварки, не было металлического уголка, и как-то это всё держалось. А сейчас за счёт ещё металлического уголка есть возможность укрепить конструкцию печки, ну, просто вот до максимума. 25-50 лет. То есть, это, конечно, круто. Но при этом я знаю, что реально и гарантию такую даёт. То есть, если что-то произвёл с печкой раньше, чем через 25 лет, то это гарантийный случай. Ну, возвращаемся. Из чего состав? Смотрите. В нижние места мы кладём фундамент на обычную цементно-песчаную смесь. Затем первый ряд на плитонит, огнеупор, суперкладка. Очень хорошо себя зарекомендовал. И в самых ответственных местах это называется Вальсховер Универсал ХКМ. Это вообще материал. Мы его испытывали в воронежских банных печах. То есть, сам кирпич трескается, а вот эта смесь держит. Немцы умеют делать вещи, которые уважают и любят люди во всём мире. Так, ещё куча инструментов я тут вижу. Какие-то масла, что это, для чего столько всего? Масла вот прибавлять в бензин. А зачем нужна бензопила мастеру? Чтобы пропилить проём? Да. Классно, что у вас есть такой инструмент, потому что иногда нам печники просят, пропилить нам, пожалуйста, у нас нет. Расскажи, как впечатление о нашем материале. Пилил ты Келла до этого или первый раз? Я уже давно работаю с Арткелла. Это лучшая фирма на этом рынке. Но пропиливать мне не удавалось. Почему? Потому что работники Арткелла всегда сами пропиливают. Но в этот момент, на этом объекте, пришлось мне пропилить. Отверстие по лазеру, и всё ровнее. И когда я всё пропилил и начал туда толкать вот эти бабышки, назовём их, они никак не сходили. И мне пришлось вот одну вот такую щеку спилить, чтобы я только туда толкнул. Потому что никак. Я взял пувалду, я взял лом. Вот у меня даже, видите, остатки от лома. Почему? Потому что подогнано всё миллиметр в миллиметр. Я вот смотрю и радуюсь, на самом деле, как выглядят наши брёвнышки на спине. Вот этот розовый цвет. Снаружи они такие дремущие, серые, а внутри вот этот такой тёплый, ясный, янтарный цвет. Я ещё вижу какие-то детали. Что вот это? Это дверцы. И вот здесь вот, кстати, на этом объекте мы всегда используем колосники обязательно с хромом. Они очень долговечны. Как определить, есть хром в чугуне или нет? По стукиванию. Смотрите. Слинит, как колокол. Ну или как рында, которая зовёт на обед. Каждый ряд выставляешь с помощью лазерного огня. Ну да, вот нужно взять вот маленький кирпичик. Мы берём, ставим его. Разве и рисочку на кирпиче. И потом эту рисочку, вот эту рисочку везде приставляем. Вот раз, видите, по рисочке. Хоп, по рисочке. То есть тут самое главное в углах ставить. И потом уже при помощи обычного алюминиевого правила, чтобы вот так вот приставлять. И видите, всё у нас точно подогрено. Кладка называется она печная, только шовная. До 3 мм должен быть шов. Потому что в процессе эксплуатации огонь воздействует на кладку. Получается, что он выгорает. То есть кладка – это как бы слабое звено в конструкции. Кирпич может выдержать очень большой температур, а если толстый шов, то он становится… Толстый шов, он начинает трещать, и происходят вот эти разрушения. И когда мы погоняем кирпич кирпичу очень точно, 3 мм, то тогда эта кладка будет служить дольше. Я, кстати, в подтверждение слов, тоже был случай, когда заказчик нашёл какого-то некомпетентного, как впоследствии оказалось, печника. Меня тоже удивило, что там были швы сантиметровые. И я так не стал в тот момент как-то сильно, может быть, напирать. Но потом даже пожалел об этом. Потому что через какое-то время заказчик позвонил, сказал, что баня сгорела, и что он понимает, почему это произошло. Потому что он сам уже видел, что между кирпичами появился зазор, через который видны буквально уже искры. Огонь. Да. И он это наблюдал, говорит, и через месяц она загорелась. Хорошо, говорит, ещё дом не сгорел, сгорела только баня. Это прямо вот пример того, что толщина этого шва, она может быть критически важна, и она может стоить очень дорого. Вот эти 3 миллиметра, или там 5 миллиметров, или тем более больше. Я не могу не спросить. Я сначала был подумал, что это какая-то инструкция. Но сейчас смотрю, что нет, это не инструкция. Что это? Вы знаете, это моё хобби. Я когда появляется в свободной минутке, учу иностранные языки, итальянские. Ну, как я учу? По песне. Например, есть такой прекрасный анекдот на итальянском. Я сразу перевожу. Женщина нуждается в 4 животных своей жизни. Ягуар ин гараж. Ягуар в гараже. Тигры алетто. Тигра в постели. Визон на су лапэле. Норка на теле. И у назина кипага. И осёл, который платит. Причём у итальянцев, видимо, такие же абсолютно проблемы, что и у русских мужчин. И женщин, наверное, тоже. Кстати говоря, мы в Италии бывали. И бывали не просто так. Мы привозили туда печки. Кстати, известно, что они заводские итальянские печки. Мы привозили в Италию и показывали, как надо с ними париться с помощью русских женщин. Я когда был в Италии, проходил обучение к обычному делу. Ах, ещё и в Италии ты проходил обучение? В Вероне мы ездили. А я тоже как раз в Вероне был на выставке. Вот я тоже в Вероне был. И там меня обучал профессионал, как собирать итальянские печки на пеллет. И вот свободное от работы время он меня заразил итальянскими песнями. И он меня тоже обучал вокалу. У них есть секрет такой, что дель кант. То есть обязательно голос должен быть звонкий. То есть когда звук попадает именно в то место, какое нужно. У меня пока что, конечно, этого нет. Но я стараюсь. Я бы с удовольствием послушал. Я влюбился в эти наречники. Мне очень они понравились. Хотя мы к ним, к производству этих наречников не имеем никакого отношения. Это стиль Дениса Милованова. Они делают дубовую мебель с помощью бензопилы. Вываривание маслом из единых таких цельных кусков дерева, из слэбов. Мощные ребята. И это, по-моему, их же производство. И я посмотрел на этот наличник и удивился, насколько он круто смотрится с этими окнами. Это алюминиевые окна Шуко. Известная компания. Бренд очень высокого уровня. И вот сочетание такого четкого, линейного, дверного профиля клееного бруса и такой вот брутальной, грубо обработанной поверхностью, он очень прикольный. На мой взгляд. Хотя, на самом деле, вот эта грубость, как и в любой сложной вещи, внешняя надуманная простота и грубость при более внимательном рассмотрении, оказывается очень точной, очень тонкой работой. Посмотрите максимально внимательно. На самом деле, это не доска, сделанная бензопилой. Это три элемента, у каждого из которых, вот тут видно стык, это фасочка с более чем миллиметровой точностью прорезанная форма и подогнанная друг к другу. Почему так сделано? Возможно, для того, чтобы было максимально стабильно. Потому что, если мы просто возьмем такую цельную доску, ее начнут крутить, вертеть, и это уже будет совсем некрасиво, если она плотно не будет примыкать. Возможно, причина именно в том, что хотелось получить максимально стабильную конструкцию. Там в основе, я сейчас точно не знаю, но вполне вероятно, там может быть какой-нибудь клееный брус, какая-нибудь фанера, которая обшивается относительно тонкими спилами. Из бензопилы это дуб. То есть, это, представляете, вот именно бензопилой, натуральной бензопилой спиливали дубовую доску, сделали из нее такой вот сложный, на самом деле, элемент. Вот, кстати, тут чопики видны, скрытые. То есть, здесь не грубо на какие-то там саморезы прикреплено с помощью чопиков, и получилось вот так классно. Мы хотели предложить такие же окна и в нашу баню сделать, но заказчик выбрал черные просто. Не такие светлые, а именно черные окна, как в проекте. Посмотрим, что получится. Но поверхность, текстура мне очень нравится. Если вам она тоже нравится, пишите в комментарии. Я буду лоббировать в нашем техническом отделе, чтобы мы все-таки попробовали эти наличники применить в том или ином нашем проекте. Мне они очень нравятся. Хотя предполагаю, что они очень бы сложными и не дешевыми в изготовлении. Но, на мой взгляд, они того стоят. Вот, видишь, вот этот стык? Видишь? Вы не видите этого стыка? Вот же, это склеенный стык. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, то вам нужно сделать одну простую вещь. Написать, какой подарок лучше всего маме подарить, на ваш взгляд. Объявляем победителя прошлого выпуска, который получает наш фирменный артельский приз, который ему отправляется. Отпишитесь с нами. Напишите по адресу youtube.artkela.ru ваш адрес, и мы отправим его к вам с большим удовольствием. Подписывайтесь на наш канал, если вам интересно узнать о том, как производятся лучшие дома и бани в России. Я даже думаю, что в мире. До скорого. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok